всех приветствую дорогие зрители канала герчик и к с вами виктория сипчук тема данного видео будет про рабочий день трейдером основные действия трейдера при торговле при анализе то есть я в этом видео расскажу как начинается торговый рабочий день как трейдер начинает причем торговать что он вообще делает конкретно расскажу в данном видео про себя как я начинаю свой торговый рабочий день торгую я два рынка валютный рынок и рынок акций каждому рынку у меня свой подход если вы торгуете валюта рынок то вы уже сами для себя выбирать какую сессию вы торгуете как вам удобно по часовому поясу если вы торгуете рынок акций вы также заранее должны заблаговременно провести анализ рынка акций начнем с первого пункта с чего должен начать трейдер прежде чем анализировать рынок в первую очередь он должен начать с новостного фона будь то это валютный рынок или рынок акций. Если это валютный рынок, вы смотрите экономический календарь и они есть на различных сайтах. Наверное, самый основной сайт это investing.com, а также у брокеров, у каждого брокера, насколько я знаю, также есть свой экономический календарь. Вся информация повторяется. Ваша задача отследить, по какой стране выходят показатели экономические в каком-либо секторе. Самый основной у нас показатель это процентная ставка, если мы сейчас говорим о валютном рынке. Процентная ставка, уровень инфляции, уровень ВВП, уровень безработицы. Вот эти все показатели, они очень сильно влияют на валюту. Ваша задача посмотреть новости, какие будут сегодня новости и предпринимать решения. То есть, если, например, по определенной стране у вас выходят новости сегодня, вы желательно, этот инструмент, то есть, эту валюту до новостей желательно не открывать, если по ней выходят какие-то выступления, речи, либо показатели экономически важны, потому что новостная волатильность, ее нельзя подрассчитать, невозможно рассчитать новостную волатильность, какой бы технический анализ у вас не был, каким бы вы трейдер супер не были, вы новостное направление никогда не сможете предсказать. Почему? Потому что рынок, в принципе, нелогичный, то есть, новость выходит одна, а рынок ведет совершенно по-другому, потому что техника, она более хитрее, чем новость, потому что в технике, то есть, в самой цене уже заложена данная новость. Она может выходить в момент, и это просто реакция толпы, но новость уже давно-давно отработала. То есть, поэтому такой хитрый момент, на новости обязательно обращайте внимание, если вы торгуете, особенно технику, я торгую конкретно технику, в основном я смотрю новости, мне новости просто помогают больше понять баланс на рынке, и вообще понять, когда заходить, какое настроение рынка, поэтому новости это обязательный момент. Если вы торгуете акцией, то вы смотрите отчетность Вы смотрите конкретно по каким компаниям Особенно отчетность Она тоже в моменте срабатывает И непонятно в какую сторону То есть отчетность может быть плохая Но акция почему-то растет Либо наоборот Тоже есть нет особенно логики Но вы должны понимать Если вы например торгуете какую-то определенную компанию И по ней выходит сегодня отчетность То вы желательно не лезть в эту компанию Не лезть в эту акцию не открывать свои сделки перед новостью, перед отчетом или какими-то новостями по компаниям. На это стоит в первую очередь обращать внимание. Далее, второй пункт анализ конкретных инструментов. Почему я написала анализ конкретных инструментов? Инструментов очень много. Валютный рынок, очень много валютных пар, кросс пар. У вас должен быть список того, что вы торгуете, потому что если вы не будете понимать что конкретно вы торгуете и все подряд смотреть, это невозможно. То есть физически это очень тяжело. Я сейчас говорю тем более про рынок акций. Их тысячи, их очень много. Соответственно вы должны уже сделать себе план конкретно, какие акции вы торгуете. На финвизе возможно их отбирать либо отбирать вручную, смотреть какие ходят за S&P 500, какие не ходят, какие коррелируют по секторам, по сферам и как-то их скомпоновать. То есть свой портфель создать и конкретно их анализировать в первую очередь. Потому что если вы будете распылять свое внимание на различные инструменты, не понятные, залезать туда, где вы никогда не торговали, это ни к чему хорошему не приведет. Ваши инструменты должны быть вами подобраны заранее. Третий пункт. Введение блокнота домашка. То есть вы просмотрели новостной фон, вы начинаете отбирать инструменты. Я сейчас говорю анализ конкретных инструментов, это техника. Вы смотрите дневка, кто как торгует, дневка, неделька, внутри дня. Ну в любом случае вы смотрите дневку. Даже если вы торгуете внутри дня, вы смотрите дневку. Вы смотрите закрытие дня, вы смотрите АТР, вы смотрите уровни ближайшие или сейчас на каком-то уровне конкретном, да, каком-то сильном цена остановилась, либо какой-то дальше идет уровень сильный. Какая зона, что вообще происходит? Рынок в канале, рынок по тренду. То есть ваша задача проанализировать инструмент, да. Опять же, это все на опыте, да. Если вы уже достаточно долго в трейдинге, я думаю, это не составит для вас труда просто пролистать графики и примерно уже понять, что вам нужно. Потому что анализ конкретных инструментов он также подразумевает сценарии. То есть это не то, что вы начинаете выискивать тут, тут что-то непонятное. У вас картинка в голове должна быть уже определенная. Вот подошли так, я сейчас расстояние возьму такое. Почему? Вот потому-то и потому-то. У вас все должно быть расписано по полочкам. Каждый сценарий, ваш каждый сценарий. Поэтому, когда у вас все рассчитано и у вас есть системность, у вас не занимает много времени анализ. Вот конкретно я, если взять, я торгую валютой акций. И если я анализирую валютный рынок, примерно у меня это занимает ну, скажем так, минут 30, наверное. Да, это максимум. Акции чуть больше, потому что акций больше. А на акции у меня даже может уйти около часа, если я много акций смотрю. И, в общем, если брать анализ, в принципе, всех рынков, у меня выходит полтора часа. Все. И я конкретно уже отбираю, конкретно пишу. Вот у меня и в блокноте, и так я себе пишу на бумажечке. Вот домашка. Да, число пишу. Инструмент, направление, уровень захода. И, соответственно, когда я это уже пишу в домашку, я уже знаю конкретно, что я хочу от этой акции. Не просто я как бы написать. А мой сценарий, если я его вижу на графике, я его записываю. Так, если сейчас подойдем ближний ретест, мне нужен, например, да, и мы близко закрылись к уровню. Я пишу себе, да, или в голове я себе говорю и уже записываю просто уровень захода. Что если мы внутри дня там на часовике закроемся выше, если будет импульс на пробой, я зайду. Все. Это как раз таки подразумевает введение блокнота домашка. Без нее нельзя торговать, потому что вы все равно все в своей голове не уместите. Вы все не запомните. Это нужно все записывать. Тем более, если вы торгуете два рынка, как я. Невозможно все запомнить, потому что все нужно записывать. Вы что-то не записали, вы забыли, потом вы заходите инструмент без вас пошел, вы не зашли. Дальше четвертый пункт. Ордера по времени. Сессии и часы. К чему я написала, да, то есть ордера по времени. Вы должны знать, при каком сценарии вы выставляете отложенный ордер и при каком сценарии вы заходите по маркету, то есть по рынку. У меня конкретно есть сценарий, где я захожу по ордеру, где я могу зайти по ордеру, если рынок дает такую точку входа. Там лимитки, например, после ложного пробоя. Я очень люблю ложный пробой, возврат, подтверждение ЛП, лимитка, да, то есть если в лонг, то лимит, если в сел, то сел лимит. Лимитки я люблю при ложных пробоях. Это у меня есть в системе. При пробоях для отложенной ордера очень-очень крайне редко вообще выставляют, потому что пробои и отложенные ордера buy, stop, sell, stop, это очень такой момент непонятный, потому что вы не видите внутренне, что происходит. Вы не видите импульс. Вас просто может затеять, сделать ЛП, как это обычно происходит. В 80% случаях так и происходит. Инструмент просто разворачивается и вам пробои не дают. Поэтому вы должны заблаговременно уже знать, по какому сценарию вы заходите по отложенному ордеру, по какому сценарию вы заходите по рынку. Также часы. Часы азиатско-европейско-американская сессия. Думаю, многие знают, что отбои торгуются вне, то есть не в начале сессии, да, торговой, где-то в середине, например, европейская сессия открылась, два часа прошло, третий, четвертый, пятый час идет, там уже идут отбои. В первый час сессии, открытия сессии идут пробои, ложный пробой, то есть очень сильно повышенная волатильность. Вы тоже должны это учитывать. Если вы хотите торговать пробой, ну, желательно тогда дождаться открытия сессии, а не заходить до нее, потому что вас просто может выбить лишней волатильностью. Это вы тоже учитываете. Если вы торгуете акцией, если у вас первый час не пошел ваш сценарий, то очень вероятно, что у вас сценарий подойдет опять к этой же цене, то есть, возможно, пошел откат, вы ждете пробой. Первый час пробой не пошел на акциях. Время идет, там, второй, третий, четвертый, пятый час, все, на последнем часе закрытия фондового рынка американского, на последнем часе опять идет ретест-подход к уровню. Это ваш перезаход, да, то есть, вы должны это понимать, если у вас сценарий не пошел сейчас, и если вам не дают перезаход на закрытие сессии, на закрытие американского рынка, то вам, в принципе, уже все. Заход не дадут сегодня. Значит, вы уже будете смотреть рынок следующего дня. То есть, вы это тоже учитываете. Вообще, сколько это по времени, да, занимаем, скажем так. Я премаркет не смотрю, если акции открываются, я смотрю по факту. Мне нужно время. У меня есть домашка, открывается американский рынок, я смотрю, мне буквально хватает, наверное, полчаса, час. Все. Я вижу, что мне не дают заход, я просто рынок пока не трогаю и начинаю смотреть его уже под конец, если мне дают заход там или перезаход, да. Далее, пятый пункт. Теоретическое завершение дня, лимит перезахода, либо поломка сценариев. Что это значит? То есть, вы сделали домашку, вы проанализировали, посмотрели новое, все записали, все себе отобрали, все продумали, какой ордер вы выставляете, если что, да, если цена подойдет к этому уровню захода. И вы смотрите, что, например, уже конец американской сессии, да, всех сессий, трех сессий на валюте, вы смотрите, что вам так и не дали заход, так и не подошли к этому уровню, либо вообще уровень сломали. То есть, что значит? Например, вы ждали поджатия, например, поджатия видели и ждали импульс, но импульса не дали, ложно зашли обратно, зашли за уровень, сценарий поломали. Что это значит? Это значит, что вы со следующего торгового дня, то есть, с начала азиатской сессии начинаете новый анализ. Вот. То есть, это тоже время, да, то есть, это тоже входит в часть вашей работы, как трейдера. То есть, вы смотрите, вы понимаете, что все, на сегодня уже все. Либо лимит перезаходов. Например, вы зашли, в начало европейской сессии, вы зашли, там, фунт-доллар купили, начало европейской сессии. Купили, у вас не пошло, у вас сработал стоп. Например, в конец европейской, начало американской сессии, фунт-доллар все ходит, не откатывается, например, да, и дает вам опять перезаход в лотку, где вы заходили. А вот на американской сессии фунт-доллар пошел. Это называется лимит перезаходов. У меня перезаходов три, то есть, в два, третий раз меня убивают, я инструмент оставляю на сегодня в покое. То есть, я понимаю, не то, что я понимаю, это технический момент, закономерность, которую я отследила на графиках. Я ни один график пролистала, чтобы это заметить, что два, три, у меня схема такая, на третий перезаход, я понимаю, что четвертый перезаход мне уже сегодня не дадут. Просто нужно отстать, дождаться закрытия дня и уже смотреть по новой, анализировать рынок. Это самые основные такие вот пункты, к чему трейдер должен быть готов и вообще, что трейдер, да, какие действия, вот это самые основные действия, наверное. Что скажу по времени? Наверное, большая часть времени все-таки уходит на анализ, да, скажем так, анализ конкретных инструментов. Второй пункт, он занимает большую часть времени. Все остальное, все остальное, это уже ваше исполнение, то есть ваши ордера, которые у вас должны быть уже давно прописаны в вашей торговой системе. Вы просто исполняете, вы просто нажимаете кнопку, если есть заход. Теоретическое завершение дня, да, то есть вы уже примерно понимаете, где вы перезайдете. Если не поломается сценарий, вы не перезаходите, у вас начинается новый анализ. У вас это должно быть уже записано в торговой системе и вы конкретно только вы исполняете. Анализ конкретных инструментов всегда подразумевает что-то новое. Понятное дело, сценарии у вас одни и те же, да, но рынок всегда же другой, вы должны уже понимать и подстраиваться. Самые, наверное, сложные такие моменты, это новостной фон, анализ конкретных инструментов, потому что вам нужно поймать эту волну. Волну это настроение рынка, которое подходит ли эта волна и настроение рынка к вашей торговой системе сегодня или не подходит. Вот ваша задача это понять, проанализировать и сделать выводы. В принципе, все, что я хотела сказать в данном видео. Надеюсь, видео было полезным, кому-то оно помогло, особенно начинающим трейдерам. Если понравилось видео, ставьте лайк, это ваша благодарность. Кто на ней подписан на канал Герченко, подписывайтесь, чтобы не пропускать следующего видео. И всем успешного обучения. Всем пока!